ПЕСНЯ 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 И лишь потому, что это требовалось для космонавтики, были созданы и освоены в штучном производстве поисково-спасательные машины сил. Космические поисково-спасательные машины Это комплекс машин для поиска и эвакуации спускаемых аппаратов космических кораблей и их экипажей. В базовой модели применена весьма нетрадиционная бортовая схема трансмиссии. Колеса каждого борта жестко связаны между собой карданными валами, так что раздельно буксовать не могут. Межбортовой дифференциал, находящийся в раздаточной коробке, можно заблокировать, обеспечить наивысшую тягу и резко повысить проходимость. Такая схема позволяет уверенно преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов. Обеспечивает движение по склонам с креном до 20 градусов. По команде из кабины меняется давление в шинах. При понижении давления шины работают наподобие гусениц и легко идут по слабому грунту. Рулевое управление воздействует одновременно на передние и задние колеса, благодаря чему машина длиною 9 метров может развернуться буквально на пятачке. Как видите, она оснащена и двумя винтами, потому что это автомобиль-амфибия. Скорость движения на плаву до 10 километров в час. В кабине машины, кроме традиционных приборов и систем управления, размещены навигационный комплекс, пеленгатор, радиостанция. Кабина предназначена для экипажа из трех человек. Система кондиционирования поддерживает заданную комфортную температуру как в кабине, так и в пассажирском салоне. На месте салона можно оборудовать специальный кузов, и это будет грузовой вариант вездехода. Собственные гидравлические подъемники рассчитаны на рабочие нагрузки около трех с половиной тонн. Среди грузов, которые способен перевозить этот автомобиль, шнекороторный снегоболотоход. Он входит в состав второго поколения поисково-спасательного комплекса. Это легкая, компактная и достаточно быстроходная машина-амфибия. Полые шнеки не просто заменяют ей колеса. Они обеспечивают и необычайную проходимость, и плавучесть. Снегоболотоход оснащен поисковым оборудованием. Рассчитан на перевозку четырех человек или 500 килограммов груза. Увы, невозможно заранее предсказать, где и когда срочно понадобятся поисково-спасательные машины. Но зато можно быстро перебросить их по воздуху. Несмотря на внушительные габариты, весь комплекс помещается в грузовом отсеке одного самолета Ил-76. Раздельно машины можно перевозить на самолетах Ан-12 и вертолетах Ми-6. Если машина легко помещается в самолетном отсеке, значит и на городской улице она свободно впишется в транспортный поток, не создаст помех общему движению. Для этого хватает и маневренности, и скорости. На дорогах с твердым покрытием идет машина со скоростью до 80 километров в час. Когда мы снимали и монтировали этот фильм, было решено, что основное место в нем должны занять кадры, не требующие пояснений. То есть такие кадры, которые сами по себе давали бы ясное представление об удивительных возможностях поисково-спасательных машин, об их поистине уникальной проходимости. По той же причине мы не применяли ни специальной оптики, ни каких-либо особых кинематографических приемов. Согласитесь, что эти кадры и так достаточно красноречивы. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Одним из достоинств машины является то, что целый ряд ее узлов и агрегатов выпускается в массовом производстве. И двигатель на ней установлен серийный. От обычного автомобиля ЗИЛ-130. Мощность его 150 лошадиных сил. Это служит залогом экономичности, надежности в эксплуатации и простоты обслуживания. В течение, теперь уже можно сказать, многих лет эксплуатации конструкция машины постоянно совершенствовалась. Ведь в практике поисково-спасательной службы не раз возникали экстремальные ситуации. Тогда водители и механики высказывали новые пожелания, а конструкторы работали над их воплощением в металле. И любое нововведение утверждалось только после всесторонних, предельно жестких испытаний. Иными словами, не только конструкция в целом, но и все основные узлы отработаны настолько, что могут быть запущены в серийное производство. Комплекс можно применять при спасательных работах на воде. Как днем, так и ночью. Комплекс можно применять при спасательных работах на воде. Переход от индивидуального, разового выпуска к серийному производству, конечно, позволит намного снизить стоимость изготовления. И если такое решение будет принято, то на конвейер надо ставить и шнекороторные снегоболотоходы. Опыт работы поисково-спасательной службы однозначно говорит о том, что они помогают оперативнее и эффективнее действовать в сложных ситуациях. По снежной целине скорость шнекороторной машины до 25 километров в час. По болотам до 15. Машина вполне способна вести поиск автономно. Одной заправки ей хватает на 4-6 часов непрерывной работы. На водной поверхности словно в родной стихии. Шнеки и здесь отлично справляются с ролью движителей. Скорость движения на плаву выше, чем у больших вездеходов-амфибий. Мы вернемся к рассказу о достоинствах основной машины. Она не боится ни царапин, ни вмятин, ни страшна ей коррозия. Все благодаря корпусу, изготовленному из стеклопластика. Машина способна пересечь железнодорожную насыпь, перед которой спасует любая колесная машина. При этом не нанесет ни малейшего повреждения рельсовому пути. Движется даже если лишится одного из управляемых колес. В любую непогоду, когда бессильны даже вертолеты, она по пеленгу, а радиус действия перенгатора до 20 километров, выйдет на заданный объект поиска. Созданный по заказу космических служб комплекс полностью отвечает своему предназначению. Но использовать его можно гораздо шире. Скажем, прямо на рейде вести погрузку и разгрузку. Для чего машина оснащается поплавками, заметно улучшающими ее плавучесть. Оборудованная несколькими дополнительными агрегатами, она может служить для проведения водолазных работ. А в прудовом рыбоводческом хозяйстве заменить практически всю технику и непосредственно из воды доставлять рыбу в магазин. Такие высокопроходимые машины давно уже могли бы работать в качестве скорой помощи на строительстве трубопроводов, линий электропередачи и других объектов, куда не пробиться обычной техники. Наконец, они необходимы на случай катастрофы, которая может произойти в каком-то труднодоступном месте. К примеру, такое, что случилось на границе Башкирии и Челябинской области. А как не хватало их в Армении в первые дни после землетрясения? Скольких людей можно было бы спасти, если бы автомобилям удалось преодолеть завалы, пройти к селениям, отрезанным от внешнего мира? Сегодня, когда конверсия признана важнейшим средством оздоровления нашей экономики, народное хозяйство должно получить машины, обязанные своим рождением советской программе освоения космоса. КОНЕЦ